Сразу, как я появилась на свет, меня оставили в роддоме. И все, и вы, ну, ушли, так сказать, в больницу меня там. Потом я попала в этот приют, в дом малюток в Тюмени. Там 4 года прожила. Потом меня перевели в Успенку, в детский дом для инвалидов и умственно отставок детей. Там разные дети были. Там я примерно лет 14 прожила. В комнате нас было по 8 человек. Мы тогда передвигались без колясок. У нас, кстати, колясок еще не было в детском доме. Передвигались ползком кто как, кто катался, кто не мог ползать на коленках дети. Да и там было не проехать в комнату. Там 8 человек, комнатка-то небольшая. И все, и мы ползали. Жили по 8 человек. Поднимали нас в 5 утра. Спали на полу в игровой комнате. Отношения в детском доме в Успенском было ужасное. Могли побить. Там, допустим, кружку увидят у тебя, что ты сразу не отдала. Эту кружку возьмут и в тебя обратно ее кинут. Могут голову разбить. Я сколько раз видела такое. Много детям били голову. Маленьких детей, когда перестивали, описывали спиночки. Просто за руки, это, руки, ноги и перекидывали на другое. На другую кровать. В детском бассейне не поели по вечерам. Просто покормят и все. Сказали, что много писать будут. И какать. По чуть-чуть давали. Разбивали головы. Руки и ноги ломали. Говорю, кружками кидали все то, что найдут, увидят в руках, что ты не сдал вовремя. Либо лег на кровать. Там нельзя было. Если не сунчай, значит, не имеешь права ложиться. Отлупить могли. Наказать. А была бы сложность пожаловаться куда-то? Нет, они стояли сзади, просто, допустим, директор или какая-то медсестра, которая нормальная медсестра. В основном всем было пофиг. А она стоит сзади и тебе кулак показывают. И все мы мурчали, конечно. На все откормление жалоб нет. Готовили вкусно. Просто нам мало давали еды. Потому что у санитарок были свои хозяйства, жирность своя. Их тоже надо было кормить. Поэтому нам по чуть-чуть дадут и остальное все вываливают. Ты кушать хочешь? И перед твоими глазами всю эту вкуснятину в бочок перемешивали и увозили. А, еще хотел сказать. Кормили их, да, хорошо. Но, как поросят. Первое и второе все в одну сливали. На крошу сверху хлеб. Вот таким образом кормили. Лежачих кормили. Несколько ложек сунуть просто и все. Сказали, много какать будут. Я сама это наблюдала. Я за одним мальчиком ухаживала в детском доме. Потому что он никого не попускал к себе. Ни у кого не кушал, не пил. Только у меня. А я, естественно, что я сжалить-то буду. Я его пополно кормила. И попоила, и кормила все. Но потом как? Меня, конечно, за это ругали. Перекармливаешь. Подарки, когда на Новый год. Подарки были хорошие. Раз американцы спонсоры. Но нам одну конфетку выделят. На троих, четверых разделят ножом. И все, и подарков больше не давали нам. Конфет не давали. Вот одну на троих, на четверых делили. Конфетку. Это 90-е? Да, 90-е годы, 2000-е там вот такие годы. И там за ней все сироты дети были. Там дети были состоятельные родители. Они если приезжают, они на всю группу привозят гостинцы, чтобы нянечки раздали. А нянечки уносили пакеты домой. Не раздавали ничего. И жаловаться, естественно, мы тоже не могли. Знаете, вот я сейчас активно, полное желание, это, полное желание жизни, жить. У меня есть огромное желание. А раньше этого не было. Я лежала, представляла, что вот умру и все. Потому что не хотелось жить, никакого желания не было. Я смысла даже жизни не видела в том детском доме. Реально говорю. Не хотела жить. Постоянно снилась. Я сплю и, ну, приходит, я не живая. Я просто над ними сверху летала. Вот такие сны видела. Потому что было огромное желание уйти от жизни. С 2006 года, 18 августа, я попала в Виолутеровский дом-интернат. Прожила я сначала нормально было, тоже ничего. Просто как обсяги. Покушали, кормили нас тоже хорошо там. Вот. Ну, потом меняться начал интернат. Закрыли детский дом рядом, который находился с этим интернатом. Здесь шестой дом. И навезли всяких разных со всех других интернатов и больниц. И стало невозможно уже там находиться. Тяжело просто. Почему? А потом стали со всех аналогических, со всех этих, которые невменяемые есть. Которые вот если из комнаты выйдешь, он может подойти и тебя укусить. Это уже было. Меня несколько раз так кусали, когда выходила с комнаты. А так старалась сидеть в комнате. Либо если в угляду, никого нет раз, быстро на улицу бегаешь. Тяжело так жить-то в такой вот в основном, в основном, в основном мире. Это я занимаюсь, начала в 2012 году заниматься спортом. Потом и на Рибинзонаду ездил. Ездила, сейчас не езди пока. Это Рибинзонадо, а это Турслет. В походе 5 дней живу в палатках. Я жила. Я плавала на Байдар, когда сама грибовала веслыми. Вот это с слабовидесятым человеком я говорила куда-то. Там надо в одни борота задом заехать, в другие передом заехать. И вот я руководила. Ну и, конечно, и грибла. Помогала, участвовала. Потом участвовали ориентирования. Спуски, подъемы с больших этих спускались. Ну там это тренировки были с реальных спусков. А уже приходили соревнования чуть поменьше как бы. Вообразительно. Просто доска надо было. Она вот так вот крутится и проехать надо было. Ну там всякие были препятствия. А вот несколько лет ездила. И все, ездим на областные соревнования. У нас проходят они сначала эти соревнования, открытия. Потом ездим там куда назначат. В Тобольск там или Вишим. Я Вишим ездила. В Тобольск ездила вот недавно. Занимаю два призовых места. По Бинпантону. По Бинпантону. Бинпантону, да. И по настольному теннису. Вот. И все, Дарс играла. В Бочи заявлялась. Но в Бочи меня не допустили. Как-то увидели, глянули по телевизору, по телеграмму. Вот эту вот передачу. Что сейчас выпускать будут. Кто может здесь самостоятельно. И по диагнозу все. У меня диагноз, общее заболевание. И все, я пошла к директору. Стала проситься. Что я хочу. На самостоятельную жизнь. Она, конечно, сомневалась. Говорит. Да как ты будешь? Ты на коляске. Я говорю, что люди живут на колясках. Даже хуже есть, говорю. Лежачие даже, которые не двигаются. Они тоже дома живут. И все, как бы, пару раз. Ладно, потом решили попробовать. Выпустили. Меня вместе захрой. Захру просто не хотели одну отпускать. Потому что они, когда жили, живя в интернате, дополняли друг друга. То есть Люда – голова, а Зухра – руки, ноги. Мне вот так это объяснили в интернате, когда я начала собирать документы, чтобы забрать Люду. Зухра не умеет ни читать, ни писать. То есть ей тяжело, как бы, одной даже в больницу обратиться, например. Она не объяснить толком не сможет, что у нее. И там какие-то же согласия все время дают, когда приходишь на прием, надо ей написать, расписаться. Она умеет только расписываться печатными буквами. Поэтому Люду отпустили. Но, как бы, с ней на полгода, якобы, в отпуск. Ну, и вот через полгода хотели обратно вернуть в интернат. Все говорят, вот меня выпустили. И в течение этих месяцев наблюдали, приезжали. Смотрели наличие кистоты, продуктов, стол. Есть продукты, холодильник забитый. Порядок дома. И все несколько раз приехали. И все, и год практически я прожила вот так. И потом мне звонят, сообщают, что меня хотят обратно забрать. Причина не ясна. Никаких замечаний не было. Просто, как они сказали? А, все равно не можем выпустить, ты на коляске. Я свое утверждаю. Люди живут на колясках, на воле, самостоятельно живут. Нет обратно. Либо идти в приемную семью. Все. Вот такие мне условия поставили. На что Люда позвала меня и попросила, чтобы мы ее взяли в приемную семью. Появили, подумали, собрались. Сходила в интернат, в интернате мне все объяснили, что от меня нужно, какие документы, как это все будет выглядеть. И чтобы я ничего не боялась. Если девочки хорошие, если что, то все можно вернуть на свои места. И все, и она потом на следующий день побежала в интернат, начала выяснять, какие документы нужно, куда идти, все вот это все. Она все это сделала, выяснила и начала собирать на меня документы. Предоставила это интернату. Все мы договора подписали даже. И они потом позвонили, что все, ты остаешься. Тебя выписывают. Приходи, принеси паспорт для выписки с интерната. Мы пытались сначала своими силами добиться квартиры. Мы встали на очередь, как только повыходили с интернатов. И нас администрация стала это самое отшивать. Вас поставили, вы стоите. Я говорю, ну да, и что вы хотите, стойте, ждите. Все ждут, и вы ждите, чем вы отвечаете со других. И все. Мы ждали вот несколько, года, два, три. Ждем, ждем. Очередь у меня 68 мая. Я была чуть побольше, на 20 человек убаивалась. И на этом она у меня встала. Очередь эта. Моей подругой, с которой мы выходили с интерната, она тоже сирота. Вообще, вот ее мама родила и оставила в больнице. И неизвестно, пропала ее, найти никто не может. И все. И ее тоже, и ее вовсе, у нее есть похуже ситуация. Ей отказались вообще на очередь ставить. Меня поставили, как инвалида. А ей отказались. Ее ставят только в общей очереди. Которые несколько лет и могут всю жизнь простоять и не получить так. И все. И она отказалась. Я не хочу говорить. Я сирота. Все предоставляют. Нет, ее не ставят. И мы начали вот снова. Мальчишки даже обратились и писали письмо президенту. Они еще дольше меня. Они больше 10 лет стоят, ждут. Вот очереди. Очередь у них небольшая, 25-я. И она все никак не доходит. И не сбавлялась, не пробавлялась. И они написали несколько писем Путину, президенту этому. Потом их вызывает администрация, департамент. Назначили время и дату встречи. Все, заседу на второй этаж. Все, они пришли, назначено время. Побеседовали с ним. Я потом и спрашиваю, что случилось. Они говорят. Сказали, что прекратили писать. И начали обратно отправить. Вы, как стоите, что хотите говорить. Все ждут, ждите вы. А от администрации президента приходили какие-то ответы? Они говорят, что они все видят все письма, которые отправляются ему. Они все видели, сказали, что бесполезно писать. Мы, говорит, видим. Только хуже себе делайте. Я начала выяснять ситуацию, куда именно их поставили, на какую категорию людей. Стояли, видимо, в общей очереди. Потом переставили. Когда мы начали ходить, как инвалиды первой и второй группы. А с духу и отказали. Почему? Причины тоже никакой не называли. Потом, значит, отписку нам дали, что якобы у нее временная прописка в интернате, а нужна постоянная. Но у всех ребят, которые стояли с такой категорией, которые выпустились из интерната, у них прописка до 25-го года, у кого до 27-го года временная в интернате. Что их поставили, а ее почему-то нет. Начала выяснять ситуацию. В общем, пришлось обратиться к юристам. Два года нас отфутболивали везде. Но мы добились через суд. И ее по закону, значит, включили в список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Включили в список, а нет, признали ее, сначала признали, как оставшиеся без попечения родителей. Но не включали в список. И вот пришлось нам нанимать юриста, тут нам уже было с ними тяжело бороться, потому что первый суд в Вилутровске проиграли, скажем так. Он был в пользу опеки. И пришлось обращаться в область. В области, слава богу, в Зухре дали вот эту вот квартиру. А когда пошли делать прописку в Зухре, документы, договора на эту квартиру, то столкнулись с такой ситуацией, что паспорт у Зухры вообще недействительный. Кстати, столкнулись еще раньше, когда я Люду стала прописывать у себя. Пришли мы, куда мы пришли? Мы пришли в Тридц. Да, в Тридц. Раз прописка у нее временная, такие вот сложности возникают с получением квартиры, мы решили, что Люду надо, Люде надо постоянную прописку. Мало ли что. Вот. И мы, я ее решила прописать к себе, пришли, а нам в паспортном столе сказали, что паспорт вообще недействительный. Мы говорим, что она с этим паспортом как бы все время, как получила, но... У вас не как-то получила и все время. И это... Нам объяснили, показали и объяснили, вот место, где должна стоять подпись, там стоит прочерк. Мы тогда это сказали юристу. Он говорит, да, это на самом деле так, и вот когда проходил этот областной суд, он показывал это, видимо, прокурору, естественно, волосы дыбом. Девочки еще заплатили штраф почему-то, хотя это не по ихней вине. Я задавала тоже вопрос, там же в паспортном столе, почему они должны платить 2000 штраф, если вины их нет, они не портили паспорт, они не теряли. Ну вот как бы только по такой, говорит, как нам объяснили в МФЦ, только по такой причине, говорит, мы сейчас можем, что вот подать заявление на замену паспорта, что якобы вот порча паспорта. А кто выдавал этот паспорт? А РОВД? Города Илутровска. РОВД, и они выдали недействительный паспорт? Да. Самая главная мечта, да, это дом. Знаете, я у себя активный человек, я не привыкла сидеть вот так в четырех стенах. Мне надо что-то делать, ковыряться в огороде, поделки делать. А я и все люблю животных, у меня есть животные замечательные, Бонни и Бадик, кошка и собака. Сейчас мы находимся в квартире временной, тут невозможно вывести на улицу их. У меня вот выводила Бадика, его покусали большие собаки. Болел. Тяжело в квартире жить, хочу очень дом свой, собаку радую. Я их выпустила, я была спокойна, стоих, не задавить машина, не покусает собака другая. Они вот у тебя будут бегать, перед глазами играть. А ты будешь сидеть, ковыряться там, садить, высаживать что-то в огородики. Цветочки тоже самое, овощи выращивать. Вот это я люблю. Я сейчас с детского дома начала, когда лук, я же лук люблю. Мне нянечка даст, Галина Васильевна, у нас замечательная нянечка, она единственная нас спасала, защищала, когда она работала. И она лук приносила, а я его в стакан садила с водой, чтобы зеленые перья полезли, ухаживала. Сейчас вот Люда у нас как бы, она очень активный человек, она очень разбирается в компьютерах, меняет программу, и к ней приходят, обращаются, она демонтирует компьютеры. Хотели ее отправить на какие-то курсы, но у нас опять же не получается. Не получается по той простой причине, что она уже не ребенок, она человек взрослый, она закончила там пять классов, пять классов, значит, выдают учебники. Коррекционная школа у нас есть, где занимаются, сейчас же удаленно, раньше она ездила в интернат, и вот в эту вот коррекционную школу, где занятия проходили, туда она и ездила. С учебниками были уроки, были домашние задания, были оценки. Но почему-то я обратила внимание, что два года подряд ей выдают одни и те же учебники. Я говорю, мы это уже проходили, мы это уже читали, и мы это учили. Я говорю, почему? Начала задавать вопросы, что дальше-то, и шагать-то не дают. Да, в Тюмени звонила, как бы в Тюмени сказала, что комиссия по МПК у нас здесь проходит. На эту комиссию, сколько раз мы обращались, ходили нас вроде, то завтра, то послезавтра, и так, и все. Мы хотели, чтобы она просто какие-то вот, хотя бы вот эти же девять классов были, чтобы ей хоть какие-то курсы закончить. И сейчас есть смысл жизни, вот я его увидела, вот это настоятельство жизни, а не та, которая была раньше. Теперь у меня есть человек, который я родным считаю, заменил мне маму мою. Моих животных, которые я очень сильно обожаю, которые, знаете, приходите домой, они вас встречают, прыгают на ручки, это ведь счастье. Такое. когда тебя дома ждут кто-то, рад тебе. Пускай это не мама с папой там, а твои любимцы, животные. Это самые, знаете, верные. Они никогда не предадут. Они тебя любят и богатым, и бедным, каким-то ты не был, хоть нищим. Они всегда будут рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова